Рад приветствовать всех стремящихся к познанию, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Возвращаемся к ОБС, как и обещал, и прямо вот попытаемся смоделировать в ОБС то, что вам может понадобиться, то, чем пользуюсь сам и как пользуюсь. Первое, наверное, главное — это стрим с двумя участниками, ну с двумя и более, то есть есть вы и есть второй спикер, который связывается с вами каким-то образом через интернет. Во-первых, способ связи, любое приложение для видеоконференции, начиная от скайп, хотя скайп я, конечно же, не рекомендую. Лично я пользуюсь для этого Zoom, но можно использовать джинси. Вот так примерно это выглядит. Я уж не стал никого просить созваниваться, это я с камеры и я же с мобильного, выведенный через Zoom. Поехали. Новая сцена. Восстановим все как было, то есть подложка и логотип Теплицы Live. Вот тут это примерно. Во-первых, я, спикер номер раз. Себя я завожу в ОБС с веб-камеры, а не захватываю в зуме. У этого есть ряд безусловных плюсов, начиная с качества картинки. Ставим галочку. Она, правда, чаще всего не работает. Давайте я себя выключу. Короче, представим, что я — это вот такой вот я. Ну как будто вот это мы захватили с веб-камеры. И теперь меня надо подрезать. Во-первых, поменьше. Подложить логотип. А во-вторых, правая кнопка мыши на изображении. Оно должно быть выделено. И здесь трансформировать и изменить отображение. Значит, что у нас тут есть? У нас тут есть обрезка. Слева в данном случае надо обрезать совсем чуть-чуть. А вот справа пикселей, наверное, 450. Нет, мало, 600. Даже этого мало. 800. И тут чуть-чуть. А вот так примерно. Один спикер готов. Идем за вторым. А идем мы за ним в зум. Предположим, что второй спикер у нас Моррисон и его вокально-инструментальный ансамбль «Двери». Мы сейчас созвонили с ним по зуму. Так, смотрите. Тут нужен, во-первых, вид галереи. Потому что вид докладчика будет переключаться на вас, когда вы будете говорить. А говорить вы будете, потому что вы, собственно, общаетесь с человеком по зуму. А во-вторых, тут есть такая фишка — отключить участников без видео. В моем случае это уже выключено, я могу только включить. Ну то есть показать. У вас изначально, по-моему, должно быть так. Кстати, вашу камеру зум видеть не будет и собеседник вас тоже видеть не будет, поскольку ваша камера вещает в зум. Это недостаток. Там можно каким-то сложным образом разделить сигнал и один отправить в зум, другой в ОБС, но я не стал заморачиваться и просто предупреждаю собеседников, что меня они видеть не будут. Итак, вид галереи. И здесь, а нет, вот здесь. Скрыть участников без видео. Все. В ОБС нам нужен захват окна. Зум-конференция. Все правильно. Ок. И ничего не видно. Зум у нас все есть. Надо, кстати, развернуть на весь экран. Чем больше изображение, тем оно качественнее. Обратно в ОБС вы попадаете с сочетанием клавиш Alt-Tab, если вы в Windows. Изображения нет, потому что вот здесь в настройках нужно выставить Windows 10. Если у вас версия ниже 19.03, не знаю что делать. Смоделировать не могу, у меня выше. Вот окно появилось и теперь его нужно обрезать по аналогии. Я сначала отрезаю все лишнее, чтобы осталась только картинка, потом ровняю два кадра относительно друг друга, еще раз отрезаю все лишнее уже осмысленно. Лишнее обычно бывает с правой или с левой, зависит от композиции кадра собеседника. Лучше позвонить ему заранее и по нему подровнять кадр. Все. Теперь вы общаетесь в зум и транслируете это в прямой эфир. Ваш звук идет с веб-камерой или любого другого источника, собеседник захватывается с компьютера, то есть устройство воспроизведения. Сейчас на телефоне микрофон выключен, это не видно. Надо включить. А вот звук пошел. Ну и вы регулируете уровень раздельно себе и ему. Иногда случается так, что на одном из каналов не хватает шкалы, а она доходит только до нуля, то есть не идет в плюс. Тогда нужно вот здесь выбрать расширенные свойства аудио. Не влезает в экран, но они там есть. И вот здесь руками, это у нас второй канал, написать значение выше нуля. Например, 12. Вот видите, зашкаливает. Тут правда, если вы потом уйдете в минус при ручной регулировке, он опять сбросит на ноль. И надо будет проворачивать процедуру повторно. Все. Так, теперь что делать, если у вас три спикера? Да, то же самое. Предположим, что у нас тут два спикера и я третий в веб-камере. Возвращаемся в ОБС и просто сначала захватываем одно окно, аналогично подрезаем. Не буду тут уж сильно стараться, предположим, что мы его обрезали. И делаем захват окна еще раз. Аналогично Windows 10 и обрезаем его под второго спикера. Тоже не буду тут особо заморачиваться. Предположим, что это у нас второй спикер. Вот такой получается кадр. Если хотите увидеть, как это выглядит в реале, посмотрите мой стрим про домены. Ссылку оставлю в описании. Так, теперь очень быстро со звуком. Каналы можно отключать, включать, регулировать. Вот тут расширенные настройки с балансом. А сами каналы, ну собственно, то, что захватывает ОБСК, находится вот здесь. То есть вот, например, аналоговый, который сейчас выключен. Это AUX 1. На него я завожу петличку. Это захват на аудиокарте. А на AUX 3 у нас стоит веб-камера. Можно, например, его отключить и завести веб-камеру на AUX 2. Вот у нас веб-камера теперь на AUX 2. И аналогично, если у вас есть еще какие-то источники звука, например, USB микрофон отдельный, здесь вы можете его завести на любой канал и он появится в ОБСКе. У меня, правда, тут больше ничего нет. Но по логике, например, если у вас, как у меня, аудиокарта с двумя входами, левой и правой, вы можете продублировать аналоговый вход и получите два независимых канала. Ну то есть вот вам пять каналов с учетом захвата звука рабочего стола, веб-камеры и USB микрофона. Ну конечно, это скорее костыль и если вам нужно писать концерт группы Portis Head, придется разориться на микшинг.